Всем привет! Вы на канале с психотерапевтом Алена и сегодня мы с вами говорим, как понять, как понять, что тебя обманывают. Вот как же это понять? Как понять, что твой мужчина тебя обманывает? Пиши комментарий, приходи в консультацию и в этом видео ты узнаешь несколько лайфхаков, по которым ты сможешь понять, что тебя водят за твой нос. Во-первых, если ты понимаешь, что ваши отношения уже какие-то не такие, что тебе уделяют намного меньше времени, что тебе уделяют намного меньше внимания, какие-то вечера, которые проводились раньше совместно и были уютные, комфортные, были настолько, настолько прекрасные вдвоем, стали небезопасные. Что значит стали небезопасные? Это значит, что раннее времяпровождение, которое проводилось совместно, теперь тратится куда-то в никуда. И я бы сказала, что для того, чтобы ваше понимание того, куда тратится время, что происходит, почему есть какие-то такие моменты, важно вот что для себя определить. Первый момент – это мужчина продолжает ли дарить тебе подарки? Второе – мужчина проводит ли с тобой достаточно времени? Третье – мужчина занимается ли с тобой дальше сексом, как это было раньше? Четвертое – ищет ли он инициативу для того, чтобы быть с тобой как раньше? Чтобы вы были вместе, чтобы у вас было время, чтобы вы проводили как можно-можно больше каких-то моментов вместе. Следующий момент, который ты должна обязательно знать, если мужчина делает что-то, что противоречит вашим прошлым договоренностям. Например, совместный недельный раз в неделю ужин. Он пропускает у него планерка или посиделки с друзьями. Следующий момент – когда мужчина постоянно прячет от тебя телефон. И не про то, что ты постоянно в этом телефоне. Это просто стало какой-то нормой, потому что это может вызвать какое-то твое подозрение. Помни, если, конечно, ты не провоцируешь сама на это действие. Следующий момент – мужчина может говорить о слишком высокой занятости в угоду того, что… А в угоду чего? Подумай сама, настолько ли он занят, что у него абсолютно нет сил на тебя, абсолютно нет сил на совместное времяпровождение и абсолютно нет сил на взаимодействие с тобой. Правда ли это или нет? Еще один момент, который ты должна для себя решить, выбрать и сопоставить – это обязательно, обязательно, обязательно. Помогает ли он тебе в том, что раньше было? Или он отлынивает? Делает ли он тебе комплименты, как это раньше? И есть ли у него задача, задача встретиться с тобой, опять же таки, наедине, где бы то ни было? Или это стало какой-то пустышкой? И еще один момент. Мужчина, продолжает ли быть с тобой же таким открытым, таким же заинтересованным, таким же включенным в твою жизнь? Пиши лайк, если это так, и дизлайк, если это абсолютно не так. Следующий момент, который ты должна создать для себя – это понимание, почему так происходит. Подумай, в следующем видео я расскажу, почему мужчина может обманывать. Пиши комментарий и приходи в консультации, если тебя беспокоит эта тема, если она стала непосильно болезненной в твоей жизни. Ты на канале с клиническим психологом Аленой, здесь мы говорим о самом главном.